Что не день, то чудо. Реально чудо просто. Назвать это жизни? Life of Kife. Тут некое арт-пространство. Шик-блеск, хочется на шашлыки куда-нибудь поехать. Доброе утро всем. Отвела Данечку в сад. Слушайте, я смотрю, здесь какое-то место такое интересное, нагретое. Я вот тут сажусь, знаете, и мне всё время хочется что-то рассказать перед утром. И что я хотела сегодня рассказать, так я думаю, блин, вот это место нагретое, надо сесть, и мысли, может быть, пройдут. Но на самом деле всё хорошо, прекрасная погода. Я сегодня не буду, не сегодня, не обещаю, что сегодня, потому что мысли в мою голову приходят спонтанно. Я нахожусь в потоке, как говорят, да, я теперь знаю, что это такое. Я знаю, что такое ресурс, знаешь, что такое поток. И это замечательно знать, что это такое вообще, и ещё более чувствовать это всё дело на себе. Вот, сейчас отличное настроение, солнышко светит, и сразу вот как с солнцем приходит куча энергии, куча желаний каких-то, как будто просыпаешься в одном периоде. Вот нет солнца, и совсем немножко другой такой настрой. Вот, сегодня я хочу заехать в пару магазинов, да, уже надо фикс прайс заехать, в секонд надо заехать. Сегодня как раз-таки распродажа конечная, до 6 часов нужно успеть. Так что я сейчас приду домой, попью кофе. Я сейчас интервью, кстати, смотрела с Аленой Блин. Вот я ещё такая думаю, надо иногда быть в курсе. Вот просто. Она рассказывает какую-то информацию, вроде бы вот этот перетёр, знаете, там наших звёзд, шоу-бизнеса. Вроде особо мне не интересно, да, там никакой полезной информации особо не несёт. Но с другой стороны, если посмотреть на это, несёт, да. Я более-менее там, ну, как бы знаю артистов, которые, допустим, запретили в России, да. Потому что иногда я использую какую-то музыку или ещё что-то, и лишний раз, честно говоря, боюсь использовать даже какую-то музыку, чтобы не вызвать у кого-то эмоции с этим самым, да, не очень хорошие, да. Ну, кто там любит Россию, там, патриот, и кто-то высказывался плохо, кто-то агитировал, да, на что-то, как бы, да, кто-то против народа нашего, и как бы не хочется использовать эту музыку. Ну, понимаете, да, почему, как бы, да. Вот. И как-то в курсе вообще. Посмотрел такой коротенький ролик, не обязательно все новости читать, посмотрел коротенький ролик, интервью, и ты в курсе, что вообще происходит, кто куда уехал, да, кто что там творит, кто о чём плачет теперь и так далее. В общем, я ещё не досмотрела интервью, там, вот, заставка с Филиппом Киркоровым, что-то такое, я думала вообще интервью будет с Филиппом Киркоровым, но оказалось, что там просто новости шоу-бизнеса. Ну, тоже ничего, на одном дыхании как-то она так рассказывает, всё, на одном дыхании коротенькое видео посмотрела. Вот, что ещё? Я вообще каждый день, честно говоря, кайфую, потому что я просыпаюсь, и с мыслью о том, что сегодня вышел новый ролик в моём институте, новая лекция, новый урок, значит, новый тест, и у меня прям какая-то внутренняя радость, прям сумасшедшая. Вчера я прошла медитацию, короче, род отца, вот, что это такое. Так как отца у меня нет, да, и он покинул нас в моём детстве глубоком, можно так сказать. Я его на самом деле очень мало знаю, потому что была маленькая, не помню всё это, я вам рассказывала, да, и вообще хорошо для девочек, вообще для любых, для девочек, для мальчиков, хорошо бы, когда ты не знаешь своего отца, или знаешь, например, мало хорошего, больше плохого. Вообще о своём отце нужно впечатление оставлять хорошее внутри. Есть разные техники, там, придумать, например, там, 20 хороших качеств, и неважно, что, может быть, даже их и не было, прям вот придумай и надели своего отца, которого ты никогда не видел, никогда не знаешь, я думаю, много, да, например, таких девочек есть, да, или кто-то, может быть, знает, но знает плохо, наделить его хорошими качествами, те, что знаешь, и те, что не знаешь, прям придумай, какие у него должны быть. Вот, и ещё хорошо бы там провести медитацию, какую-то регрессию, да, вот к роду отца, если кому-то надо, к роду матери, потому что бывает, что с мамой отношения у кого-то не очень хорошие, да, и это такое, знаете, глубинное принятие своих родителей, любовь, благодарность, вот эти все обиды нужно по-любому, девчоночки, проходить, иначе это, ну, просто во вред нам самим. Во-первых, понятно, что это отношения с родителями не очень хорошие, это всегда на нас будет влиять, если вдруг это не так, и это обязательно нужно налаживать, это такие блоки внутри, которые не дают вам двигаться вперёд. По маме, как бы, я не знаю, что там, я не изучала с момента, потому что у нас с мамой довольно хорошие отношения, да, и тёплые, а вот что касается отца, я мало что знаю, вот, поэтому мало что знаю, мало что помню, вот так, как бы много что знаю, но мало что помню, вот так сама. И что я вам могу сказать? И этот момент нужно прорабатывать, потому что помимо каких-то таких, помимо всяких интересных глубинных процессов, которые происходят внутри, немаловажный момент, что отец и мужская вот эта энергия, они отвечают за денежный поток вообще. Поэтому для меня очень важно, да, деньги я, для меня очень важно проработать вот эту отцовский рот. Вот вчера была медитация, прям такая сильная медитация, хорошее такое ощущение было, просто медитация в интернете была, ну, скинула мне девочка её, которая проводила мне там энергетические по чакрам штуки, девочку я эту знаю, вот, и просто она мне провела, и не зная абсолютно меня, она мне сказала, что у меня стоит блок с отцом такой, что мне нужно проработать его. Я говорю, а его уже нет, как мне вот проработать? Я с ним не могу встретиться, как-то с ним наладить связь, с удовольствием бы наладила, и даже никаких обид, ничего такого вот внутри нет. Ну, знаете, как бывает, там, покинул рано, там, не был рядом, оно где-то, знаете, на подсознанке, когда ты маленький ребёнок, да, и тебе не хватает вот мужского такого чего-то, и ты, маленький ребёнок этот может вот так вот как бы обидеться там внутри, да, что вот ты не был рядом, так быстро покинул, и какие-то моменты может ещё там из детства вспоминать. Ну, так это работает. Вот, поэтому всё это нужно прорабатывать, принимать, чтобы не было никаких вот таких непонятных вещей, и освободить вот эти энергетические центры, и они помогут нам естественным путём, лёгким достигать тех целей, которые мы хотим, поэтому я над этим работаю, это очень классно. Вот, поэтому немножко может быть заплаканное сейчас, настроение хорошее. Вообще, думаю, что эту медитацию раз в месяц можно, ой, раз, да, можно раз в месяц проводить, можно вообще раз в неделю, но у меня свои медитации есть, поэтому как бы другим медитациям много, слишком каждый день там времени уделять не буду. Хотя можно и каждый день медитировать, пока там человек вообще не расслабится, я думаю. Вот, вообще много всяких есть медитаций в интернете, и после этого у меня даже идея возникла того, что я хочу изучить этот момент тоже с медитациями, гипнозом. У меня вообще есть сертификаты эриксоновского гипноза, я в Москве проходила, да, там недалеко от института нашего, с практикой, со всеми делами, если вот поискать, я найду эти сертификаты, но я немножко призабыла. В целом, суть я помню, у меня и книги даже остались, но нужно освежить память в любом случае, поэтому я думаю, что вот в эти направления я тоже пойду, потому что это очень важно. Есть какие-то процессы, которые происходят где-то внутри нас, неосознаваемо, и тогда вот всякие гипнозы, некоторые медитации очень хорошо могут срабатывать где-то вот там внутри. Поэтому я ещё не отучилась на психолога, но уже знаю, куда. Я пойду учиться дальше, куда меня тянет. Вот знаете, как оно внутри. Ты изучаешь, что ты изучаешь? Вот Кристинка написала. Уезжает. Хотела с ней встретиться сегодня, она вот пишет, что уезжает. В Краснодар. Классно. Там ещё теплее, наверное, чем у нас. Ну ладно. У меня сегодня на самом деле всё равно много дел. По магазинам пройтись, урок посмотреть, и кейсы нужно ещё составить. Вот. Ась, какое у меня ещё сегодня этот... Надо до обеда тогда успеть. У меня сегодня ещё бесплатная консультация. Вот, короче, пошла я в кофе. И снова, видите, крошечки, я снова надела вот курточку. Потому что мне утром было холодно. Я облокачиваю, так немного снизу снимаю. У меня рука на весу встаёт, и я её обруле облокачиваю. Короче говоря, хотя мне не очень нравится, когда я снизу снимаю. Вот. И я же призамёрзла утром, курточку накинула сейчас. А вот смотрю, все в футболках ходят, да, в этих, ну, в лёгких этих. Опять мне надо куртку снимать. Опять жара-жарище. Короче, сейчас я это, посмотрела лекцию новую. Возрастная психология. Очень интересно. Завтра будет у нас продолжение. Мне, кстати, интересно возрастная психология. У нас сегодня была до подростков. Мы там изучали, да, периоды. А завтра будет как раз-таки уже такая, как-то семейная, можно сказать. Ну, не семейная, а вот именно, когда уже формируется семья, вот эти вот все, и до старости. И так интересно, на самом деле, в каком периоде сейчас я нахожусь, в каком периоде находится мама. Это вообще очень круто. Даже вот, мне кажется, просто для самоопознания психологию изучать. Потому что ты знаешь, как взаимодействовать, какие процессы вообще происходят с людьми. ты становишься более какой-то экологичный. Ты сам о себе знаешь, да, и о других знаешь. И вот как-то все становится более гармоничным. Вот. Так, и что? Сегодня еще девочка записалась. Две сессии, короче, у меня сегодня должны пройти. А пятницу хочу вообще себя освободить. Но у меня очень много желающих на бесплатной сессии. Скорее всего, ну, я уже как бы, уже многих не беру, уже говорю все, потому что прям много желающих. Я, конечно, рада. В общем, вот такие дела. Поболтала с вами немножечко, пока у меня греется машина. Сейчас я побегу. Мне надо быстро закупиться для видео, для вас, для новых. Вот завтра, пятница, я как раз-таки хочу поснимать видео. И все. И выходные отдыхать. Погода вообще шик-блеск. Хочется на шашлыки куда-нибудь поехать. Отдохнуть как-то классно. На море хочется. Надо раздеться вообще. Помыть машинку. Настоятельно я ее мою чаще всего. Потому что нет времени. Обычно просто машина, если куда-то отдавать, это круто. Ты сидишь, ты можешь чай попить, но это все очень долго, если честно. И мне проще заскочить реально за 10 минут. Даже на автомате за 10 минут не мою. А я мою быстро. Обожаю, когда я все успеваю. Все, все сделала. Времени у меня еще 2 часа до клиентов. Поэтому я не спеша могу поехать домой, все поднять, покушать. Теплый кофе еще. Кстати, покушать. А что покушать? У меня дома ничего готового нет. Сейчас закажу-ка я, наверное, шаурмитку. Приду домой, буду есть шаурму. 100% придумала. Так, решила покушать, пойти нормально. А, да? Ну, к сожалению, тогда не получится. Да, написано, что не работает. Блин, и где мне теперь кушать? Я хотела супчика поесть. Жизненького чего-нибудь. Короче говоря, сплошное обламинго. Зашла сейчас в кафе еще в одном, в котором хотела попробовать. У них вообще есть борщи, супы. Но когда пришла я, этого ничего нет. Это, наверное, знак, что сегодня жизненького не получится мне поесть. Или это знак, что я должна сама приготовить жидненькое. Или это знак, что да не обязательно не парься, что ты прям жидненькая тебе. Не умрешь ты без жидненького. В общем, ну все, я уже на районе. Поехала, короче, припаркуюсь возле дома. Не смотрите немного на мое заплаканное лицо. Что не день, то чудо. Реально чудо просто. Я в шоке. Я посмотрела сейчас в записи мастер-класс, я немножко не успела, точнее, не то, что не успела, я, ну да, я не успела, я под конец уже мастер-класса пришла, который был позавчера, или вчера, позавчера. Он у меня был, причем, в расписании, но почему-то я пропустила его, и такая уже смотрю, бегу, а все закончилось. В общем, нам оставляют запись в комьюнити психологов, и я сейчас посмотрела эту запись, там был тест от арт-терапевта. Очень крутая женщина, просто свет. Женщина-свет. Я вот говорю, для таких людей просто все двери открыты. Те, которые живут сердцем, любят сердцем, и любят людей, вот могу сказать. Я таких людей вижу, чувствую, и вообще, они идеальные. Вообще, прекрасная женщина. В общем, она дала нам тест на внешнее предназначение, и я такая, ни о чем не думаю, там, представляю то, что она говорит, то, все, и потом она дает расшифровку. И, кстати, в записи никто, то есть, ни у кого не было того же самого, как, знаете, тест обычно делают, и вот для тех, кто сделал вот так, да, там, и она как бы расшифровывает подробненько, там, вот кто-то выбрал, написал, и она расшифровывает, говорит, так, у вас это значит это, 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 вообще это значит вот это, ну, в общем, какие-то вещи, да. А то, что выбрала я, никто, никто этого не выбрал, то есть расшифровка была, ну, ладно там, а для тех, кто может быть в записи, да, выберет вот это и вот это, и по чуть-чуть, как бы сказали, ну, просто эти два слова, они мне просто вынесли, это выстрел в самое сердце, вот так хочется сказать. И я не буду говорить, не хочу говорить, потому что, честно говоря, я всё это дело понимаю, сама чувствую, понимаю, что вообще даже в целом, почему я об этом даже не думала, это выстрел был в сердце, потому что я об этом, ну, как бы не думала, я это знаю, где это на подсознании, я это чувствую, да, но об этом никому не говорю, не распространяюсь особо, не разговариваю на эти темы, ну, потому что мне кажется, что мало кто меня, возможно, поймёт. И когда она просто сказала для тех, кто вот так и вот так, это вот так, и я такая, бум, просто, вот, и она ещё несколько слов сказала, то есть, понимаете, это не для меня, да, это для тех, кто по тесту вот так вот сделал. Ещё несколько сказала слов, и они просто в точку, это уже более такие приземлённые, о том, что я буквально недавно думала, да, и о том, что к чему меня тянет, и у меня вот сердце открыто к этому, я вам даже об этом говорила, да, что меня тянет к детской психологии, почему, потому что вот это, вот это, и, в общем, понятно теперь, почему я в коуч пошла, потому что по тесту это вот это и вот это, то есть, она по тесту сказала то, что, что я уже, ну, как бы я понимаю, что я взяла ту самую профессию, теперь понимаю, почему, что мои желания пойти в детскую психологию, я теперь понимаю, почему, но она сказала ещё больше, ещё больше, и для меня это тоже знак, это тоже знак, в общем, определённый и имеет место быть для меня, и он такой очень глубокий, бантик, посмотрите, не уходи, не уходи, иди, иди, всё ещё, это любовь, да, чашлятки, вот, короче, невероятный тест, возможно, я просто не совсем сейчас хорошо знаю расшифровку, я поняла основу, базу, да, этого теста расшифровки, но сейчас написала этой девушке, которая мастер-класс у нас вела, она вообще живёт в Питере, и когда я поеду в Питер на вручение дипломов уже по психологии, я вообще обязательно постараюсь обязательно побывать у неё, у неё есть свой дом, пространство своё в Питере или под Питером, я так не поняла, но очень хочу там побывать, такое интересное пространство, так она о нём с любовью рассказывала, хочу побывать там, вот, и с Бадди со своим встретиться, с девочкой, с которой мы учились на коуче, в общем, и вообще встретиться со всеми-всеми, в общем, я очень надеюсь, что в Питере, когда будет выпускной, я туда поеду, классно проведу время, в общем, я ей написала, и она просто давно училась, и у неё не осталось уже никаких расшифровок, у неё, видимо, всё это дело в голове, вот, но я попросила её, где можно расшифровку эту достать, более детальную, точную, чтобы я могла вам такой тест провести, он очень крутой, очень классный, очень точный, и девочки, которые там проводили, тоже они такие в афиге такие, у кого прям просто очень точно зашло, вот, такой инструмент, конечно, хочется иметь, и благодаря этому у меня ещё одно направление, которое я тоже хочу освоить, оно мне очень отклюкается, потому что здесь есть возможность работать в группах, а я очень хочу работать в группах, на самом деле, сейчас пока что у меня индивидуально, но я к этому иду, мне очень нравится проводить прямые эфиры, работать с группой, да, когда я там какие-то тесты провожу или что-то делаю, мне это реально очень нравится, мне нравится охватывать как можно больше людей, он всё ещё здесь, он всё ещё здесь, этот мальчик, всё ещё здесь ласкается, ласкается, а я любовь, та любовь-то какая, с бантиком у нас, начинаю его гладить, кстати, он такой раз и отклоняется, а если я чем-то занята, он вот, пожалуйста, ласится там об меня, отрётся, ой, аж дыхание опять замирало, надо, я всё пытаюсь решить, что же это такое замирание моего дыхания, очень интересно, причём вот сегодня первая половина дня прям, ну, особо не было замирания дыхания, а сейчас вот опять под вечер началось, я вот слушала, это мастер-класс прошла, там какие-то моменты, я прям задерживаю дыхание, когда мне что-то интересное или что-то, не знаю, или я о чём-то думаю, какие-то мысли, вот ещё не могу отследить, в какой этот момент происходит, но очень любопытно. Оно как бы и с одной стороны так интересно, как, знаете, слушаешь внимательно с замиранием сердца, да, с замиранием дыхания, с другой стороны, мне кажется, это не очень такой момент, я бы хотела дышать нормально, а не задерживать дыхание, а потом мне воздуха не хватает, вот, короче, вот сегодня вот такая была невероятная встреча, и сегодня у меня ещё была клиентка на бесплатной консультации, вообще, я вообще замечаю, я уже говорила вам, я замечаю, какие девочки ко мне приходят просто, и как они меня, как они меня, знаете, что, они меня прям цветут, они меня цветут, вот благодаря моим клиенткам я цвету, я вижу, как я могу быть проводником к чему-то такому, вот представьте, человек приходит, да, и он не понимает, не понимает, что ему делать, как ему быть, он запутался, он стоит на месте, или более того, он даже чувствует себя как-то плохо, да, и я знаю, как ему помочь, я знаю, как ему помочь, я знаю, как он себя будет чувствовать после, и когда такие люди с таким намерением, серьёзно, готовы к работе, и они идут в работу, у меня внутри счастье, у меня счастье, потому что это возможность, это очень круто, я рада быть проводником, правда. всё, пошла за малым, и шаурму придётся всё-таки взять сегодня, сейчас я его возьму, пойдём за шаурмой. Крошки, представляете, ну просто, я не знаю, это, это, я не знаю, как назвать, это жизнь, лайф, в кайф, короче, сейчас я захожу, беру шаурму, покупаю булочки, и Денге понравилась вчера булочка, вчера булочка в тесте, его угостили, я зашла за двумя булочками, а в итоге Дене дали булочку в тесте, она ему понравилась, я говорю, спасибо, вчера провела бесплатные консультации, и вот нас кормят, я, значит, так шучу, вот. Сегодня мы заходим туда, и я Дене покупаю булочку в тесте, покупаю ещё две маковые булочки, ещё беру две шаурмы, они вкусные здесь, и она такая считает, и я ей говорю, что считает там, две шаурмы, она записывает, считает, я говорю, булочка в тесте, она такая, ой, фу, булочка в тесте, сосиска в тесте, а она такая, сосиска в тесте не считается, пусть ребёнок кушает, представляете, а я сегодня опять бесплатную консультацию провела, я, короче, поняла, что каждый раз, когда я провожу бесплатные консультации, от пространства что-то прилетает вот денька есть булочку уже второй день просто его пространство кормит булочкой благодаря моей работе бесплатный ничего не бывает бесплатно все приходит мы все принимаем особенно еду берем едой я нашла тут некая арт-пространство игры день иди покушаем сюда короче поем шаурму вторую шаурму смека после крови взяла просто я хочу поесть на природе на работе поэтому сразу здесь залазь ой куда ты булку кладешь то грязные на холодненькая по чуть-чуть и приголубит приголубит все сходили к надежде ванне покушали чай попили бокс ели я блин обожралась просто обожралась от пуза показать дошли растрясли все еще шла такая погода хорошая мысли всякие разные вот приходит ко мне мысли что вы вообще представляете в какую эпоху мы живем крутую на самом деле на моем уже веку хотела сказать да ну вот на моем я желаю помню то время когда не было телефонов еще когда только пошли домашние телефоны и когда у человека был домашний телефон в доме это было очень круто это я помню что мы себе не проводили вот у меня никогда не было дома домашнего телефона поставьте плюсик в комментариях у кого тоже не было домашнего телефона почему потому что это было дорого ну то есть я не помню там надо было за него по моему каждый месяц платите плюс его надо было подключить и Плюс надо было телефон. Вот для нашей семьи это была роскошь. Я помню, у Кристинки был домашний телефон. Кстати, не у всех был домашний телефон. На нашем этаже, по-моему, вообще у одного человека был домашний телефон. На третьем подружку у меня жила, у нее был домашний телефон, я не отниц звонила. Вот и у Кристинки был домашний телефон. Я тоже бывало, там пользовалась, если нужно было куда-то позвонить бабушке или еще что-то. так было неудобно там все просить кого-то, такие были моменты, да, еще у нас был автомат внизу, и вот, когда я уже становилась, это были мои 13 лет, я помню, у меня были 3 молодых начальника, я продавала констовары, там такое вот все, книжки, там вот эти, знаете, Мария Донская, там какие-то раскраски, такое вот что-то, такой был ларечек на оптовом рынке, такая палатка, которую сами ставили, вот, и я помогала пацанам, я со школы приходила, там им помогала, сначала просто тусила, мне нравилось, и, короче, я помню, да, что я сначала с ними тусила, а потом они мне предложили, типа, малая, давай будешь стоять, мы тебе будем деньги платить, я говорю, да, конечно, давайте, ну, как бы прикольно было, прикольное время было, как раз я после школы бывала, на выходные потом полностью у них работала, короче, классно, и вот у одного из моих начальников у него был первый телефон тогда на рынке, это вот такая огромная трубища, просто там вот такая вот, знаете, как спутниковая сейчас, наверное, такая здоровая, кирпич, и там по какой-то карточке, я помню, он звонил, прикиньте, вы прикиньте, а сейчас у меня айфон 13, самый лучший там телефон считается, самый крутой, самый дорогой, один из, да, такой, и возможности этого телефона, то есть сейчас каждый первый имеет телефон, по которому можно как минимум поговорить, как максимум что там, и поиграть, смартфоны у всех, блин, у детей, понимаете, у детей, у дедушек, у бабушек, это настолько такая доступная вещь, благодаря телефону можно вообще и зарабатывать деньги, и вообще просто, этот телефон сейчас стал просто, прикиньте, какая эпоха, и она при мне случилась, я была свидетелем всего, на самом деле так быстро все происходит, что даже прикольно задуматься о том, а что было, вы прикиньте, не было телефонов, я в шоке, так и получается, благодаря как раз таки, не было интернета, да, я помню, что только вот этот интернет, он только-только вот начался, тоже в мое время, компьютеры вот эти первые, что-то мы там, а вот этот доисторический компьютер, какая-то мышка что-то там ползала, что-то делала, вы прикиньте, это я сейчас, кстати, вам говорю, сейчас я пока шла, я об этом не думала, а я пока шла, я думала о том, что какое крутое время, время возможностей, вот просто так сесть и задуматься, мы редко на самом деле садимся, об этом задумываемся, но иногда вот так мысль приходит, представляете, что сейчас человек, находясь вообще на любом, просто в любом месте, где просто у тебя есть интернет, а интернет сейчас очень много где есть, да, то есть ты можешь находиться даже в том городе, где нет какой-то школы, да, нет какого-то хорошего института, например, для образования, да, и ты, имея телефон, имея интернет, можешь получить образование в лучших вообще заведениях, в лучших местах, сейчас всё переходит в онлайн, и знания и навыки какие-то, ты можешь получить опыт через онлайн, да, общение с людьми также, я свои первые консультации все тоже вела онлайн, весь опыт получила тоже онлайн, и я работаю онлайн, и мне это нравится, что я не могу, могу быть не привязана к месту, к одному конкретному, я могу ехать куда угодно жить, где угодно, и от этого будет не страдать мой бизнес, всё с собой я ношу в голове, а работать с людьми я могу онлайн, из любого вообще места, вы прикиньте, и самое интересное, что обучиться может человек тоже, из любого места, он может находиться за границей, жить, ну, к примеру, за границей где-нибудь в Таиланде, там, или на Филиппинах, там, как у нас девочка была, и, пожалуйста, обучайся в российской школе, у лучших преподавателей, там, психологов, и маркетологов, кого угодно, где ты хочешь обучаться, вы прикиньте, это реально век возможностей, вот прям по-другому не назовёшь, бери и делай, и плюс, сколько развито всяких разных помогающих профессий, которые тебе ещё помогают, и делают толчки, понимаешь, прорабатывают тебя, те же психологи, это такой движок, на самом деле, я сейчас больше углубляюсь, и понимаю, что, ну, не только психологи, а много что может продвигать, очень много профессий есть, я даже о таких не думала, для меня арт-терапия, это вообще что-то такое, знаете, арт-терапия, ну, кто что, ну, арт-терапия, ну, что ты там рисуешь, что-то там делаешь, на самом деле, это офигеть, какой мощный инструмент, он мне очень нравится, очень откликается, да, потом там стояние на гвоздях, вот для меня тоже это тёмный лес, но мне стояние на гвоздях не откликается, но это тоже интересно, много кому может откликаться, кто-то ставит людей на гвозди, воодушевлённо об этом говорит, что там, это очень полезная вещица такая, да, ну, опять же, здесь же надо следовать своему сердцу, что тебе откликается, что попадает, вот сегодня мне девочка, кстати, клиентка моя, она была, и она привела в пример слова Полиенко, психолога, которого тоже мне рекомендовали, такие люди, которые мне нравятся, они рекомендовали, вот Полиенко, видео, есть у него в интернете, его почитать, посмотреть, вот, и она мне процитировала его слова, что, короче, нужно слушать, своими словами сейчас скажу, да, слушать и внимательно относиться к тем вещам, которые попадают к вам прямо в сердце, вот я спрашиваю у неё, почему ты ко мне пришла, она мне говорит, потому что, ну, то, что ты говоришь, откликается мне, да, и попадает вот прямо в сердце, то есть то, что ты сказала, попало мне прямо в сердце, и вот я подумала, что надо идти, и на самом деле, а я так живу, вот я так живу, я живу и чувствую отклики, есть отклик, я иду, я пробую, я делаю, нет отклика, я не иду и не делаю, ждём, когда будет отклик, я называю это интуицией, да, то есть то, что от тебя откликается, как бы интуиция тебе говорит, твоё, иди бери, иди возьми, посмотри, и это очень круто, и я рада, я рада, потому что возможности для меня всегда, это было что-то такое, возможности, такие вот слова, они мне вообще откликаются, ясность, я очень люблю, когда всё ясно, потому что однажды в детстве, была не ясность у меня, даже не однажды, а много раз, да, когда что-то происходило, я не понимала, что, и оно висело долго у меня, таким крючком, знаете, в голове, и оно прямо было мне дискомфортно, и для меня ясность, это, я максимум ясности стараюсь людям вносить, вот, да, и мне нравится моя работа ещё, то, что вот человек приходит, ничего не понимает, ничего не понимает, и тут, представляете, через час у него ясность, я дарю ясность, я рада, это крутое чувство, когда тебе ясно, я люблю быть светом, да, подсветить, подсветить что-то, да, не вижу, не вижу, оп, подсветили, увидели, а увидели, значит, уже могут делать, могут двигаться дальше, потому что вслепую очень сложно двигаться, короче, это круто, это невероятное время, я так рада, что я его застала, и в таком возрасте, а представляете, сколько возможностей у молодёжи сейчас, мне 36 лет, а вот кому-то 26, кому-то 20, и они уже вот в это время, на самом старте, можно сказать, да, это невероятное время, это невероятное время,